Мы продолжаем наши предвыборные эфиры. Этот выпуск программы оплачен из избирательного фонда кандидата. Сегодня в гостях у программы «Простые вопросы» беспартийный кандидат, идущий в законодательное собрание Амурской области, путем самодвижения по одномандатному округу Геннадий Симонов. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Вы в политике уже давно, не первый год. У вас есть приличный опыт решения разных проблем, плюс профессиональная юридическая деятельность. Вы намерены отстаивать интересы жителей Ивановского и Благовещенского районов. Много общаетесь с людьми, к вам люди приходят с просьбами, с жалобами. Какие проблемы сегодня люди озвучивают наиболее остро? Острая проблема, допустим, сейчас стоит по ОСАГО. Это страхование, автострахование. Полюса, которые сейчас должны выдавать у нас страховые компании, не выдают. Образуются большие очереди. Это связано с тем, что это там вроде как и судебная власть замешана, и замешаны там и комиссары. Но в тонкости я не вдаюсь. Единственное скажу, что в других регионах, которые вокруг нашей области, такого нет. Служдаются именно в Амурской области? В Амурской области. Надо срочно разбираться, чтобы исключить эти очереди, чтобы действительно доступ был к страхованию. А у нас получается, между наковальней и молотом у нас люди, то есть, полюса не выписывают, а им как-то нужно передвигаться. Да, там ГАИ, госостровная инспекция, естественно, наказывают, но это неправильно. Я вот и иду именно решить этот все-таки вопрос. Ну, раз уж мы с вами коснулись вот этой болезненной дорожной темы, о дорогах не можем не поговорить. Дороги – вечная беда еще со времен Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Дороги, я считаю, в таком негодном состоянии, потому что у нас нет, скажем так, конкретного хозяина. Я считаю, с мое видение, дороги нужно передавать в район, чтобы глава района конкретно отвечал и финансирование шло именно в район. Сейчас межпоселенческие дороги в основном областного уровня, и крайнего не найдешь, кто должен их ремонтировать. Поэтому моя была позиция, и губернатор об этом уже в лице Козлова, он обращался в августе, чтобы дороги передать в район. Я один из депутатов, который все-таки его поддержал и сказал, что да, у нас остальные депутаты, хоть и с Единой России, но тем не менее они голосовали почему-то против. Я считаю, что это их убеждал глава, просто избежать того, чтобы вся ответственность легла на главу. А зарплата как бы одна и та же, ну и все хотят, чтобы хорошо сидеть и не нести ответственность. Поэтому нужно передавать в район дороги, это самое главное, и тогда мы будем уже иметь хорошие дороги. Сложности не боитесь? Не боюсь, я знаю, опыт большой у меня, поэтому я знаю, как пути решения найти в этом, в том числе и в поезде. Ну и еще одна болезненная, тоже в принципе дорожная тема, это пассажирские перевозки, пригородные поезда. Те, кто живут и в Благовещенске, и в сельской местности, знают, что это просто беда. Я в корне не согласен, когда убрали перевозки пассажирские, именно на железнодорожном транспорте, пригородные поезда. Получается, что люди, имея станции, Березовка, такие большие населенные пункты, Среднебелые, не могут передвигаться на железнодорожном транспорте, потому что не останавливается никакой пассажирский поезд. Вот здесь надо срочно принимать меры, я думаю, возвращаться, но получается, куда, вот сами поймите, куда мы идем. У нас при царе, значит, развитие железной дороги, при социализме, развитие железной дороги, а тут, получается, наоборот, идем назад. Это как, куда? Я думаю, что надо возвращаться. Говорили о том, что нерентабельные дороги, а ведь битком набитые поезда были. Как нерентабельные? Значит, надо разобраться с финансированием, а куда деньги уходили-то? Да. Я думаю, что там, скорее всего, может быть, даже кондуктора, которые там взимали плату, а квитанции не выдавали. Ну, можно много причин назвать, конечно, но никто не разбирался, просто лишили возможности передвигаться на пассажирских поездах, и все. Ну, это не выход. Но дело не в том, что нам нужно вернуться к царю или к социализму, а в том, что нам нужно грамотное управление. Да, это вот обязательно надо нам разобраться и вернуть пригородное поезда. И я с этим иду, что я буду настаивать, выступать, собираться, и депутатов буду направлять на то, что все-таки поднимать вопросы вместе с ними. Но надо возвращаться к пассажирскому. Их отменили не из вредности, насколько я понимаю, основной аргумент – невыгодно. Что нужно сделать, чтобы это перестало быть невыгодно? Надо навести порядок там, куда деньги уходят. Если там цены завышены, значит, надо разбираться в этих ценах. То есть решать вопрос о том, чтобы был он рентабельный в первую очередь. Но если он в какой-то мере нерентабельный, у нас социальное почему планирование идет, потому что, значит, вот эти выпадающие доходы должны компенсировать железнодорожным перевозкам. И тогда у нас для железнодорожников это будет рентабельным. Для этого у нас и существуют дотации всякие, субсидии. Для того, чтобы мы именно помогали людям, в том числе, а не мерзли, они там автобусы ждали зимой. Это вообще, куда зимой мне жалуются люди, что они простывают, просто стоят автобусы эти ждут. А раньше как? Они стоят на станции, станция отапливается, но железнодорожная станция и такого не было бардака. Сейчас вот у нас есть на самом деле. Надо бороться с этим. К вам люди обращаются очень много со своими проблемами. Знаю, что людей очень сильно беспокоит, их можно понять здоровье, что люди не могут в полной мере получить качественное обслуживание медицинское. Я коротко остановлюсь на здоровье, потому что у нас время тоже ограничено. Я скажу следующее. У нас на сегодняшний день навязывание идет платных медицинских услуг. Вот нарушается статья Конституции 41, закон о здравоохранении нарушается, где четко говорится о том, что навязывание не должно платных услуг. И вообще бесплатные медицинские услуги в государственных муниципальных учреждениях должны оказываться бесплатно. Навязывание действительно имеет место? Это не ваше умозаключение? Действительно это есть? Это хитрые, это схемы, определенная схема. То есть выдумываются всякие искусственные очереди или талонов нету, отсутствие талонов. И вынуждает человека, иди плати, пожалуйста, хоть сегодня проходи УЗИ, рентгены, капельницы, хоть что. Ну, главное, чтобы у тебя деньги были. Это неправильно. Надо срочно бороться с этим и, может быть, даже привлекать лица определенных, которые ответственны за этот бардак вообще. Я так, вот, мое мнение, надо, и хочешь бизнесом заниматься, иди, вот, клинику открывай, оборудование покупай, насыщай свою клинику им. И все, и оказывай услуги. Не надо бизнес под крышей государственной делать. Не нужно. Я думаю, что это имеет место. Если действительно происходит нарушение конституционных прав человека, где об этом можно заявить и отстоять свои права? Это должна прокуратура этим заниматься. То есть, раз не хочет сама прокуратура этим заниматься, значит, должен депутат обратиться и настоять на том, чтобы конституционное право граждан не нарушалось и восстановилось. Вот здесь тоже, ну, депутат это тот, хоть он должен везде влазить, в любые проблемы должен влазить депутат, а не ждать, когда ему обратятся письменно или устно. Он должен выявлять проблемы и решать их, как, ну, где-то обратиться в правоохранительные органы, где-то в другие инстанции. Но он должен найти выход и помочь людям. И еще наступила осень, скоро зима, и людей беспокоит газоснабжение. Газоснабжение, серьезная ситуация, это во всей области. Почему? Потому что у нас обратили внимание на дома, не на дома, а, скажем так, вот с этими взрывами, которые происходят. И есть у нас снипы определенные, где они запрещают иметь в домах более двух этажей, многоэтажных, иметь сжиженный газ в виде баллонов. И у нас следующее получилось. Газовые участки боятся ответственности, и они стали запрещать. А запрещая вот иметь газ в этих сжиженных баллонах, людям просто не стали поставлять этот газ. А они, естественно, с другой стороны где-то их приобретают. Естественно, слесаря не приходят и не смотрят. Есть вот эти квартиры, у которых ранее были газовые баллоны, зная о том, что вроде как нету там этого газа, сжиженных баллонов. И мы получили следующее, что еще хуже стало. То есть еще больше, получается, опасность возникла в этих домах. То есть люди продолжаются баллонами пользоваться, но никто не контролирует утечку газа. Проблема не является неразрешимой? Является разрешимой. То есть в этих домах, которые снабжены были газгольдеры, мы они законсервированы. Надо расконсервировать эти газгольдеры, обеспечить газоснабжение. Или электропроводку, значит, менять в этих домах, которая будет позволять подключать электроплиты. Геннадий Владимирович, у вас есть возможность напрямую обратиться к нашим зрителям в нескольких словах, почему избиратели должны голосовать за кандидата Симонова. Уважаемые избиратели, чтобы мне отстоять ваши интересы в законодательном собрании, прошу вас прийти на избирательный участок и отдать свой голос в пользу моей кандидатуры. Спасибо. Геннадий Владимирович, спасибо большое. Мы вас услышали. Надеюсь, что и зрители, и избиратели вас услышали также. Напоминаю, выборы состоятся 18 сентября. Не сидите дома, обязательно придите и проголосуйте. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова